Читаем далее главу об услышанных молитвах. Мюллер пишет. Понятно, что я искренне хотел также быть орудием Божьим, чтобы презирать бедных сирот, подготовить всё необходимое для обеспечения им крова, пропитания и одежды, а также воспитать их в страхе Господнем. Но главной и основной целью этого учреждения было прославить Бога. Чтобы Бог сам был отцом сирот, и этого добиться желаем через веру и молитву. И чтобы доказать, что Бог верен и слышит молитвы, мы решили, я и также мои сотрудники, к людям за помощью не обращаться. И это нам удалось великолепно. Теперь всякий, каким бы он ни был слепым, может убедиться, что Бог слышит молитвы. Поэтому через чтение наших отчетов обратились очень многие грешники к Господу. А великое множество верующих приобрело радостное упование на живого Бога. Так что наша цель достигнута, и плод веры созрел во многих сердцах. И за всё это я от глубины души благодарю живого Бога, который один достоин чести и славы. И в 1838 году рука Божия тяжело легла на Мюллера. Он заболел. И однажды, преклонив колено, он читал 67-й псалом, где особенно его внимание привлекли слова «Отец-сирот». Эти слова, — воскликнул Мюллер, — дают мне право совсем спокойно на всю заботу о своих сиротах возложить на Бога. И когда я получил это ободрение, он поднял знамя веры ещё выше и с большей надеждой, чем раньше. И действительно, тысячам было суждено прийти под любящую опёку этого доброго отца-сирот. Начиная со дня основания приюта до 1838 года число сирот всё увеличивалось. И не было недостатка ни в чём. Но теперь наступило великое испытание его веры. В дневнике Мюллера от 18 августа он пишет так. «У меня для сирот в кармане нету ни копейки, хотя в ближайшие дни мне нужно непременно несколько десятков рублей. Но они непрестанно и серьёзно взывали к Богу, чтобы он сжалился над ними, и чтобы насмешники, самое главное, не могли бы сказать, где же их Бог. И помощь пришла в тот же день. Одна сестра принесла 50 рублей и сказала, что она, когда молилась, получила от Господа определённое указание, что сегодня же она должна отнести эти деньги Мюллеру. Понятно, она совершенно не знала о том, что они находятся в крайней нужде. Это было в августе. А потом, 5 сентября, Мюллер снова пишет. «Наше испытание ещё не пришло к концу. Правда, Господь нам послал дневное пропитание, но только со дня на день». 10 сентября Мюллер пригласил всех сотрудников на общую молитву для того, чтобы Бог укрепил их веру и вывел их из настоящего затруднительного положения. Очень скоро после этого поступило на счёт 60 рублей. И Мюллер принял их как божьи указания, что наступают лучшие времена. И он не ошибся. Ещё он получил 40 рублей, и нужда, которая у них была сильная, была удовлетворена. Понятно, что маленькие сиротки ничего не знали о недостатках. В скудные дни их стол был накрыт точно так же, как и тогда, когда в банке они имели 8 тысяч рублей. Дети не знали недостатка. В это трудное время Мюллер продал всё, что у него осталось, и без чего он мог обойтись. А все сотрудники отдали свои маленькие сбережения и отказались от причитающегося им жалования, то есть от зарплаты. Притом все они очень усердно молились, чтобы Господь вывел их из этой нужды. И, наконец, им уже казалось, что пора прекратить заботиться о сиротах, так как средств больше не было, а делать долги – это было против устава. Нужда была вопиющая, а денег не было ни копейки. И если бы сиротам хоть один день пришлось бы остаться без хлеба, весь мир увидел бы в этом необдуманный шаг руководителей. Но рука Господня не сократилась, чтобы помогать. Помощь была близко. В Бристоль в это время приехала до ней так на 4 или 5 одна дама из окрестностей Лондона, и она остановилась недалеко от приюта. Эта дама в один день просто зашла к ним в приют и занесла 32 рубля, которые ей дала ее дочка для сироток. Мюллер об этом говорит. Ясно видно, что деньги были так близко, но не были принесены нам для того, чтобы испытать нашу веру и принудить нас больше пребывать в молитве и дорожить помощью свыше. Время затруднений и испытаний тянулось довольно долго, за исключением маленьких промежутков. Почти что каждое утро приходилось ожидать помощь исключительно от Бога. И все же добрый отец-сирот не покинул своих детей. Так, 21 ноября у всех трех экономок не было в запасе ни одной копейки. И небо благодати как будто покрылось тучами. Но прежде чем Мюллер после общей молитвы пришел домой, у него в кармане было уже 200 рублей. 50 для сирот, 50 на Библии и 100 рублей для бедных. Идя домой по дороге, он встретил одного брата, который дал ему эти деньги. Он уже два раза приходил к Мюллеру на квартиру, и если бы теперь Мюллер запоздал, хотя бы на одну минуту он не встретил бы этого брата. Мюллер говорит, «Господь знал наши нужды и устроил так, чтобы я его встретил». Неделю спустя опять наступили тяжелые дни. Они имели общую молитву, и, вставая с колен, Мюллер сказал своим сотрудникам, «Бог непременно поможет нам». При этом он заметил на столе письмо, которое было принесено во время молитвы. Когда он его открыл, то он нашел там 100 рублей. Какая чудная помощь! Приславший письмо еще накануне спросил у Мюллера, «Сумеют ли они и этот год закончить с таким же остатком, как в прошлом году?» На что Мюллер ответил, «Останется столько, сколько хочет Бог». А на следующий день было получено еще 500 рублей из суфолька для сирот и 300 рублей на личные нужды Мюллера и Крека. Затем, 6 декабря, уже ближе к Рождеству, одна сестра, которая зарабатывала себе пропитание рукодельем, пожертвовала 1000 рублей. 500 рублей на сирот и 500 на распространение литературы. Так как они спокойно закончили этот год, год испытаний, они очень благодарили Господа. Также и часы молитвы были большим благословением для всех. «И прежде, чем пришли испытания, — говорит Мюллер, — я неоднократно объявлял, что это учреждение основано, чтобы доказать, что Бог готов помочь в минуту нужды». Да, времена нужды еще долго чередовались с достатком, но дело не останавливалось. Бушевала ли буря или сияло солнышко, на сердце у Мюллера было спокойно. Он был уверен, что Бог тем или другим способом позаботится о пропитании и его большой семьи. Очень часто помощь приходила или во время молитвы, или рассматривание списка предстоящих за день расходов. И хотя денег редко было так много, чтобы их хватило для сирот на три дня, все же число сирот постоянно увеличивалось, если только были места. И таким образом в августе 1839 года их количество достигло 98. Шестой год существования приюта был начат с двухрублевым остатком. В течение 1839 года на приют было израсходовано 9000 рублей и на другие дела 6255 рублей. Замечательно, что в то время, когда люди о приюте знали совсем мало, уже поступали крупные пожертвования. И главным образом они приходили из Англии, также из Индии и Ост-Индии.